Здравствуйте, ребята! Мы начинаем урок. Тема окислитель-восстановитель. Сегодня мы рассмотрим продолжение той темы, которая была в прошлый раз, где вам нужно было разделить вещества на простые, сложные и расставить степени окисления. Напоминаю, у нас есть вещества простые. Они могут быть в виде атомов записаны, например, алюминий, углерод, или в виде молекул, например, водород, кислород. Почему мы пишем именно водород с индексом 2 и кислород с индексом 2? Это связано с тем, что они в нормальном состоянии всегда газы. Поэтому газообразные молекулы простых веществ, они двухатомные. Поэтому пишем с индексом 2. Ну и, наконец, вода. H2. Сложное вещество. Вот вам нужно было разделить на простые и сложные. Следовательно, простые первые 4. Сложная вода. Почему? Это связано с тем, что простые вещества состоят из атомов одного вида или одинаковых элементов. Если брать, это только углерод, только алюминий, только водород, хотя их здесь и 2 атома, только кислород, тоже 2 атома. Вода состоит из двух уже элементов в составе воды, 2 элемента водород и кислород. И тоже есть индексы. Значит, это уже сложное вещество. То есть, можете проверить свою таблицу, правильно или нет, вы разделили на простые и сложные. Далее, у простых веществ мы ставим степень окисления 0. Как мы поступаем со сложными веществами? Так как мы уже изучили с вами тему валентность, то вы спокойно можете сначала расставить римские цифры, то есть валентность, над каждым элементом. А дальше уже ставить плюсы, минусы, то есть степень окисления, условный заряд атома, который он приобретает, когда вступает в химическое взаимодействие. Ну, давайте смотреть. Водород – элемент какой группы? Обратитесь в таблицу в ваших учебниках. Элемент первой группы. Следовательно, тот, кто стоит первым, чаще всего номер группы мы пишем сверху. И поэтому валентность водорода 1. Кислород стоит на втором месте или вообще на последнем месте стоящий элемент. Их может быть 3 элемента в составе. Но на последнем месте стоящий элемент всегда мы определяем валентность по разнице. Снова вернитесь в таблицу Менделеева. Сколько групп всего вертикальных столбиков, то есть сверху вниз? Сколько групп? 8. Найдите кислород. 8 номер. В какой группе кислород? 6. Следовательно, мы вспоминаем правило, что у последнего стоящего над ним мы поставим римскую цифру, то есть валентность, которая определяется по разнице между восьмеркой и номером группы. То есть в данном случае это 2. Следовательно, над кислородом вы поставите цифру 2. Ну а теперь, как мы определяем степень окисления? В степени окисления вам нужно было просто расставить заряды плюс-минус, не вдаваться в подробности, откуда взялось, почему это все так. Просто научиться ставить эти плюсы-минусы. И я вам говорила, что это можно делать по римской цифре, которая стоит над элементом. Если стоит над водородом римская цифра 1, он стоит на первом месте, значит, у него плюс 1. Сверху, справа мы это пишем. У кислорода стоит римская 2, валентность 2. Значит, рядышком ставим минус 2. Это степень окисления кислорода в данном случае. Здесь есть еще одно правило. Количество плюсов, то есть положительных зарядов, и количество минусов отрицательных зарядов должно быть одинаковым. Давайте проверим. Индекс 2 умножаем на единичку. Это плюс 2. Индекс 1 умножаем на двоечку. Это минус 2. 2 плюса, 2 минуса – это 0. То есть фактически у нас любая молекула тоже в общем имеет заряд 0. Ну, в общем-то, это мы все правильно сделали. Ну, а теперь на сегодняшнем уроке мы должны выяснить, а почему плюс 1, почему минус 2, почему не наоборот, то есть там минус, там плюс. С чем это связано? Вот для этого мы должны вспомнить с вами строение атома, что мы тоже уже изучали, но я вам напомню, как мы это все строим. Ну, мы на примере образования воды. Водород H. Найдите его в таблице снова. Какой он по счету? Первый. Что означает его номер, если брать по таблице номер 1, номер 3, номер 8 и так далее? Это заряд ядра, а заряд ядра – это протоны, потому что положительно заряженные частицы называются протонами. Следовательно, рядышком мы ставим плюс 1. Это значит, один протон в ядре дает заряд ядра плюс 1. Кроме протонов, там еще, конечно, есть нейтроны, но мы пока говорим только о протонах. Далее, смотрите, в каком периоде находится этот элемент. Период – это горизонтальный ряд. В данном случае первый. Следовательно, один энергетический уровень, или электронный слой, или орбиталь. Все это об одном и том же. То есть орбиталь, энергетический уровень, или слой электронный – это вот так обозначается скобочкой. Далее, как распределить электроны? Ну, раз один слой, значит, на этом слое будут расположены все электроны. Сколько их? Мы знаем тоже правило, что сколько плюсов, столько и минусов. Следовательно, всего один электрон в атоме водорода. Теперь давайте посмотрим еще раз таблицу. Снизу под знаком водорода элемента есть электронная формула. Найдите ее. 1С1. Запишем. Мы тоже с вами выяснили, что она означает. Первый уровень от ядра, то есть первый слой энергетический, или первый период, так мы можем сказать. С – это электроны, вращаясь вокруг ядра, образуют облако шарообразной формы. И вот эта единица, это говорит, что один электрон всего тут есть. То есть именно он один образует при вращении облако, напоминающее шар. Но чтобы не рисовать, было принято рисовать чертительную ячейку, вот такую квантовую она называется, и там рисовать стрелочку, это электрон. Стрелочка может быть вверх нарисована, может быть вниз. Что это такое, я тоже вам объясняла, что электрон, вращаясь вокруг ядра, еще вращается вокруг себя самого. И вот если он вращается вокруг себя по часовой стрелочке, называется положительный спин электрона, и чертится стрелочка вверх. Если против часовой стрелочки вокруг своей оси, то тогда это отрицательный спин, и стрелочка чертится вниз. В одной ячейке могут быть два электрона, и при этом один будет вращаться по часовой стрелке вокруг своей оси, второй против часовой, то есть с разными спинами это называется. И вот это подписывается как раз-таки один, первый уровень, S электрон, который образует шарообразное облако, форма такой именно, и один электрон, вот он он. То есть у водорода всего один электрон, не имеющий пары. Именно поэтому мы ставим римскую цифру 1. То есть валентность водорода не может поменяться, она всегда 1. Теперь рассмотрим кислород. Он у нас по счету, посмотрите, какой в таблице Менделеева. Восьмой, значит заряд ядра плюс 8. И протонов у него как раз-таки тоже 8, то есть положительных частиц. Теперь найдите, в каком горизонтальном ряду по счету он находится. Во втором. Следовательно, два энергетических уровня, или две орбитали электронных, или слоя. Теперь, как мы распределяем электроны здесь? То есть их 8 должно быть, потому что плюсов 8 и минусов 8 должно быть в атоме. Как распределить их по вот этим энергетическим уровням? Тоже напомню вам. Вернитесь к первому периоду, то есть к первому горизонтальному ряду элементов. И давайте посчитаем, сколько там элементов всего. Водород и гелий. Значит, их всего два. Вот вам представлен первый энергетический слой. И это, в общем-то, и есть первый период. Следовательно, сюда мы ставим цифру 2. Тогда посчитать, сколько на втором уровне достаточно уже просто сделать. Это можно тремя способами сделать. Первый. 8 минус 2. Мы поставим шестерку. Второй способ. Вернитесь к таблице, найдите кислород и поднимите глаза вверх. Что написано там? Какой номер группы? Римская цифра 6. То есть вот, пожалуйста, вам римская цифра 6. И третий способ. Берем второй период, то есть элементы, расположенные в этом периоде. Считаем, какой по счету там кислород. Ну, давайте смотреть. Литий 1, Берилий 2, Бор 3, Углерод 4, Азот 5, Кислород 6. То есть, фактически, вы можете любым из способов здесь поставить эту цифру. Теперь снова смотрим в табличку. Под кислородом есть электронная формула. Давайте ее запишем. Литий 2С22П4. Что она означает? То есть мы пропускаем первый период, потому что все, что здесь есть, заканчивается гелием. Гелий нам не нужен. А свой собственный слой, который участвует в образовании связи, мы с вами об этом говорили, это последний уровень, так называемые валентные электроны. И вот это и представлено этой формулой. То есть второй по счету от ядра мы считаем. Второй содержит 2 плюс 4, 6 электронов. Ну, и два из них должны образовать вокруг ядра при движении шарообразное облако. И 4 гантелеобразное, или, как вы говорите, бесконечность в математике, восьмерка перевернутая. То есть, фактически, получается другая просто форма. Другая форма облака при движении образуется этих электронов. И опять, чтобы это постоянно не рисовать, было принято обозначать все с помощью квантовых ячеек. S – это всегда одна квантовая ячейка. P – это всегда три квантовые ячейки. Мы тоже с вами говорили, почему это так. Это связано с тем, что три оси, x, y, z, по которым вращаются электроны. При этом, в общем-то, облако получается гантелеобразное, или бесконечность, или там восьмерка, как хотите называйте. Но гантелеобразное – это более правильный вариант названия. Ну, а теперь распределяем здесь электроны. У нас написано степень 2. Следовательно, шарообразную форму облака образует два электрона. Один вращается вокруг себя, вокруг своей оси, по часовой стрелочке. Второй вращается против часовой стрелочки. Ставим 2. Остается еще 4. Правила заполнения напоминаю, что вы сначала заполняете по одной стрелочке, то есть электрону. Здесь помещается три. Куда уходит четвертый? Снова вот сюда, к первому электрончику. Теперь давайте посмотрим. У нас есть стрелочки вместе стоящие, то есть пара, и есть стрелочки без пары. Сколько стрелочек без пары? Раз, два. Вот отсюда валентность, в данном случае кислорода, равна двум. То есть, когда он вступает в химическое взаимодействие, он может протянуть навстречу другому атому либо все свои две руки, либо одну влево, вправо. Ну, это так, чтобы вам было понятно, что он двурукий у нас. Вот у него там шапочка, ботиночки и две руки. Тогда давайте снова сюда посмотрим на это все. Сколько тогда ему нужно атомов водорода, чтобы образовать вот тут пары? Вот одна стрелочка у одного, то есть один электрончик, придет сюда, условно придет, так скажем, и получится пара. Тогда еще нужен один водород, то есть еще один такой же атом, в который придет уже стрелочка сюда, то есть электрончик, и тогда вокруг кислорода их должно уже быть восемь. Но мы условно говорим, что придет сюда. На самом деле никто ни у кого в данном случае ничего не отберет. Это ковалентная полярная связь. Напоминаю, не металл, не металл. Они разные, то есть водород это один элемент, кислород это другой элемент. Следовательно, мы говорим, что связь ковалентная полярная. Так вот электрончики ближе будут располагаться именно к атому кислорода. То есть пару, вот эту и эту, мы нарисуем ближе к кислороду, но они все равно общие. И водород вроде бы как не отдал до конца, и кислород вроде бы не принял. Но мы условно говорим, что образовались эти пары, которые дали ковалентную связь. Теперь откуда появились плюсы и минусы? Если этот электрон заряжен отрицательно, и он ушел у водорода вот сюда, то у водорода ведь нет теперь отрицательных частиц. У него остался только протон плюс один. И тогда у него появился заряд плюс один. Но так как этих атомов два, то у каждого плюс один в сумме дают плюс два. Теперь берем кислород. Если мы один водород взяли и направили сюда его электрон, второй водород взяли и направили сюда электрон, то кислород, получается, принял к себе на этот энергетический уровень уже два отрицательных заряда. То есть у нас получается каждый электрон с минусом. Один минус придет, второй минус придет. Значит, два минуса он забрал. Ну, условно забрал. Поэтому мы пишем здесь минус два. То есть тот, кто отдает, он всегда положительный герой. Тот, кто забирает, ну, скажем, хулиган. То есть фактически получается, что водород всегда будет отдавать кислороду электроны. В результате образуется химическая связь. Вы знаете из физики, ноль к нулю не притянем, а вот плюс и минус – совершенно другое дело. Мы можем образовать молекулу воды. Связь ковалентная-полярная. Если мы посмотрим на просто H2 и просто O2, так как они одинаковые, H2 – это HH, O2 – это OO, то никто никому ничего не отдает. У них руки одной длины, они посерединочке поздоровались друг с другом, общая пара, и поэтому фактически это ковалентная-неополярная связь. То есть, еще раз, если не металлы, и они одинаковые, то ковалентная-неополярная связь. Если это не металлы, и они разные, то ковалентная-полярная связь. Вот она и образуется таким образом. Но чтобы в конце концов вам вот это все не чертить, но принято писать уравнение реакций. То есть, что, куда, уходит, мы можем обозначить и по уравнению реакций. Вот сейчас мы это и будем делать. Мы будем писать сейчас уравнение реакции, образования воды. Много миллиардов лет назад она образовалась на нашей планете. Вы можете дома поискать какие-то сведения о воде, о ее аномальных свойствах. Можете, как она образовалась много миллионов лет назад, сделать небольшие сообщения к следующему уроку. То есть, поинтересуйтесь, что же такое вода-то на нашей планете. И как она называется, если брать химическое ее название. То есть, вода это мы говорим в быту. То есть, попил водички, пошел помыл водой руки, вымыл обувь там водой. А как она называется, если химик с химиком будет разговаривать? Вот вы химики, я химик. Как же мы назовем-то ее? Пожалуйста, тоже выясните. Следующее, что мы делаем. Мы пишем, что вода образуется из двух газов. Водорода и кислорода. При взрыве, ну иногда электрический ток нужен, чтобы пропустить, иногда просто горящая спичка поднесена к этой смеси. Так вот, получается здесь при взрыве вода. H2O. Теперь, вот в этом случае мы написали уравнение. Знак «равно» говорит о том, что все справа и слева должно быть одинаковым. Поэтому уравнение. Следовательно, мы проверяем, одинаковое ли у нас количество атомов. Теперь мы будем уже говорить с учетом того, что вы знаете, количество вещества моли. И поэтому у нас не два атома кислорода, а два моль атомов кислорода. Здесь у нас два моль атомов водорода. Здесь у нас два моль атомов водорода и один моль атомов кислорода. И тогда сразу видно, что здесь их два моль атомов, здесь один моль атомов. Как мы уравняем? То есть какое число уравняет единичку и двоечку? Два. Следовательно, там, где была единичка, мы умножаем на два. Тогда сразу видно, что моль атомов водорода стала 2 умножить на 2. А тут, если мы посмотрим, всего лишь 2 моль. Следовательно, сюда мы тоже ставим коэффициент 2. И вот теперь у нас в правой и левой части все уравнялось. И это действительно можно назвать уже уравнение. Ну и давайте подпишем, как мы моли определяем уже для молекул. Напоминаю, молекула, даже если это простое вещество, и есть индекс, это уже молекула. Если же вы видите запись, как в таблице, то есть просто бериллий, просто алюминий, просто водород, это атомы. То есть молекула даже простого вещества может содержать вот этот индекс. Смотрим, сколько здесь моль молекул. Мы теперь говорим только о молекулах, атомы не считаем. 2. Обозначаем это как n2 моль. Находим теперь перед кислородом. Какой коэффициент? Ничего не написано. Но он-то сам написан. А раз он сам написан, это единица. То есть он же тут уже есть. Следовательно, n молекул, если брать кислорода, 1 моль. И количество вещества воды, то есть молекул воды, стоит коэффициент 2. Значит, n равно 2 моль. Ну, а атомов можно уже посчитать, исходя из коэффициентов и индексов. 2 умножить на 2, значит, в реакцию вступило 4 моль атомов водорода. 2 умножить на 1, в реакцию вступило 2 моль атомов кислорода. И здесь сначала эту двоечку плюс единичка, это троечка, и умножаем на 2. Получили 6. То есть 6 моль атомов в воде. Элементы разные, можно каждого посчитать, сколько было. Но в сумме это будет всего лишь 6. Ну, а теперь, как здесь, мы должны указать степень окисления и выяснить, как записать, кто кому отдал и сколько электронов. Ставим степень окисления у простого вещества, водород 0. Ставим степень окисления у сложного вещества, кислород 0. Ставим степень окисления, те, которые мы нашли для водорода и кислорода, которые находятся уже в воде. Плюс 1, минус 2. Теперь вспоминаем с вами прямую из математики. 0. Сюда пошли плюсы. Плюс 1, плюс 2 и так далее. Сюда пошли минусы. Минус 1, минус 2. То есть от 0 в эту сторону увеличиваются заряды, а от 0 в эту сторону они уменьшаются. Давайте проверим. До знака равно и после знака равно. Сравним. Водород имел степень окисления 0. Водород имеет степень окисления плюс 1. В какую сторону пошло? В сторону увеличения. Тот, кто увеличил, он значит отдал. У него же теперь плюсов больше, потому что минусы ушли. А раз минусы ушли, он же их отдал. Условно отдал, так скажем. Сдал в аренду, можно так сказать. То есть, следовательно, водород будет называться восстановитель. То есть записываем это так. h был 0. У него вот здесь стоит цифра 2. Мы ее вынесем вперед. Мы не смотрим на коэффициенты. Мы смотрим только на индексы, которые стоят справа, внизу от каждого элемента. Если его нет, это 1. Оставим место. Ну, клеточки 4 оставьте. Ставим равно. h стал плюс 1. И тоже эта двоечка есть. Сюда поставим 2. Если степень стала больше, мы ставим минус. Сейчас объясню, почему минус. И тогда считаем, сколько электронов мы отдали. 2 умножаем на 0. 0. 2 умножаем на плюс 1. Плюс 2. То есть, от 0 до 2. 2 электрона. Минус умножить на минус получается плюс. Поэтому 2 электрона, дважды 1. Вот они, 2 плюса. Или же на строении атома, когда мы разбирали, отдал условно эти свои электроны. Вот отдал. Он называется тогда восстановитель. Пишем целиком всегда это слово. То есть, элемент, повышающий свою степень окисления, называется восстановителем. Но процесс, который вот здесь указан, отдачи электронов, называется окисление. Окисление. Теперь давайте разберем, что происходило с кислородом. Я выше буду писать пока. А вы продолжаете ниже, чтобы вам было видно. Я напишу выше. А вы прямо под водородом будете это все писать, чтобы у вас было друг по другам. То есть, начинаем вот здесь, а я вот сюда. Значит, о у нас было. Смотрим в свою тетрадочку. Ноль. Стояла циферка 2. Выносим вперед. Равно. О. Циферка 1 стоит. Но у нас есть правило, что сколько справа, столько и слева. Ну, наоборот, здесь справа, где лево? Слева, справа. То есть, получается, нам надо тоже вот сюда поставить 2. Минус 2. Тогда, если сравнить с вот этой прямой, ноль и уходит в эту сторону, следовательно, понижается, становится меньше, чем ноль. Тогда мы пишем плюс. И это мы помним, что он забрал условно эти электроны. Поэтому плюс. Давайте считать, сколько. Дважды ноль. Ноль. Дважды два. Четыре минуса. То есть, забирает четыре электрона. И тогда такой элемент называется окислитель. Он понижает свою степень. Название у него будет окислитель. Но процесс, когда он забирает электроны, то есть, принятие электронов, называется процесс восстановления. То есть, вот мы разобрали окислитель и восстановитель. Вот это мы будем продолжать делать на следующем уроке. То есть, фактически, мы там будем составлять так называемый электронный баланс. Разбирать, что такое окислительно-восстановительная реакция. Как расставить коэффициенты. Если, например, здесь мы очень просто можем сравнить и расставить. А бывают реакции, когда очень тяжело и долго придется подбирать коэффициенты. То есть, это будет на прошлом уроке. Что сейчас вам надо запомнить и точно так же сделать в домашней работе. Вот сейчас я вам на примере горения магния или окисления магния. Вы все прекрасно видели этот процесс горения бенгальского огня. То есть, вы представляете, как горит магний. В принципе, любой металл так горит. Если, например, идет сварка, то, кто видел, там искры летят, когда сваривают или режут металлы. То есть, это тоже самый процесс окисления или горения. Чем они отличаются? Окисление медленный процесс, а горение быстрый, с выделением тепла и света. То есть, фактически, мы увидим этот процесс. Так вот, что здесь будет, если горит магний? И как вы будете оформлять дома то домашнее задание, которое будет вам дано? Магний. Найдите номер 12 в таблице. Вот такой знак. Плюс кислород. Ну, с ним уже знакомый восьмой номер. Равно. Теперь давайте вспоминать, кто будет на первом месте, кто на втором. Здесь тоже два варианта. Если вы найдете магний, то в вашем учебнике его знак черного цвета. Это означает, что он металл. Если вы найдете знак кислорода, то в учебнике, в вашей таблице, он красного цвета, этот знак. Это не металл. Есть правило, металл первый, не металл второй. Второе. Как вы можете определить, кто первый, кто второй, если, например, два не металла. Тот, у кого номер группы меньше, тот первый. Тот, у кого номер группы больше, тот второй. Давайте выясним. Магний, двенадцатый номер, поднимаем глаза вверх. Какой номер группы? Два. Кислород, восьмой номер. Поднимаем глаза вверх. Номер шесть. Следовательно, магний первый. То есть магний и кислород. Теперь давайте расставим валентности, так как мы всегда делаем. Магний во второй группе, он кроме два, иметь никакую валентность другую не может. Мы говорили это, что это постоянная валентность. Первая, вторая группа и третья алюминий, например, мы рассматриваем. Кислород тоже мы у воды посчитали. Шестая группа. Восемь групп всего. Восемь минус шесть. Мы получаем тоже два. И так как абсолютно одинаковые цифры, два, два, один, один, три, три, то никаких индексов не будет. Это связано с тем, что вы здесь поставите цифру 2, разделите на римскую 2, получаем единичку. Ее не пишем. 2 делим на 2, единичку. Теперь это уравнение. Значит, нам надо с вами проверить количество моль атомов справа и слева. Смотрим. Магния, один моль атомов. Магния, один моль атомов. Почему атомов? Потому что нет индекса. Теперь кислород – 2 моль атомов. И здесь 1 моль атомов. Но кислород – это уже молекула. Индекс есть, это молекула. Но мы пока об атомах говорим. Разное же количество моль? Да. Тогда уравниваем. 1. На что надо умножить, чтобы получить 2? Конечно, на 2. Тут менять ничего уже нельзя. Вы уже это все выяснили. Тогда мы можем поставить только коэффициент. Но тогда и моль магния стала в 2 раза больше атомов. Следовательно, и сюда мы ставим тоже коэффициент. Вниз индекс мы не можем поставить. Это у нас металл. Он не газообразен, и поэтому двойки тут быть не может. Уравняли. То есть правильно стоит уже равно слева и справа. Ну а теперь мы должны выяснить, кто окислитель, кто восстановитель. Ставим степень окисления. Простое вещество. Простое вещество. Двоечка на первом месте плюс 2. Двоечка на втором месте минус 2. Количество плюсов и минусов, то есть отрицательных и положительных степеней окисления или зарядов, одинаковое. Образовалась ковалентная полярная связь между магнием и кислородом. Кто-то кому-то предоставил свои электроны. Ну а теперь мы должны показать, кто восстановитель, кто окислитель. Магний имел степень окисления 0, стал плюс 2. Больше или меньше. То есть вправо пошло от нуля или влево? Вправо. Следовательно, магний отдаст кому? Или предоставит в аренду кому? Кислороду. Это чертится вот таким образом. В стрелочках в сторону кислорода. Теперь давайте выясним, а сколько он отдаст на то, чтобы образовалась связь между магнием и кислородом. 2 умножаем на 2, 4 плюса, и на единичку. Так и оставляем 4 плюса. Здесь 2 умножаем на 2, 4 минуса, и на единичку, минус 4. Именно с этой стороны вы считаете. То есть тогда, когда вы уже поставили здесь 2. И вот здесь пишут 4Е. То есть магний отдает кислороду 4 электрона. Или дает попользоваться своими именно электронами. То есть образует пару. Также точно, только еще добавить восстановитель, окислитель нужно будет сделать в домашней работе. Значит, тот, кто отдает, он восстановитель. Значит, магний восстановитель. Кислород проверяем. 0, минус 2. Значит, кислород понизил. Он окислитель. Тогда кто кому отдает условные электроны? Тот, кто восстановитель, отдает тому, кто окислитель. Это можно изобразить в виде вот такой стрелочки. От магния к кислороду. Теперь давайте выясним, а сколько он отдал магний условно кислороду? И сколько условно принял кислород? Для этого мы переходим вот сюда. 2 умножить на 2. Это плюс 4. 2 умножить на 2. Это минус 4. Следовательно, 4 электрона. Вот мы написали, что здесь восстановитель, что здесь окислитель. И вот так у вас должна выглядеть домашняя работа. Но прежде чем задать домашнюю работу, я вам дам еще одно задание. Когда я вам рассказывала сейчас на уроке все, что вы слушали, я сделала одну ошибку. Специально одну ошибку. Вот особо любознательные. Пожалуйста, ответьте мне, какую ошибку я совершила. Ошибка, когда вам рассказывала о химической связи. Это такая подсказка небольшая, что ошибка, когда я рассказывала о химической связи. Это было и в начале урока, и в конце урока. То есть поищите, где именно я неправильно назвала химическую связь.